Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем курс лекции. По плану у нас лекция номер 7. Это пошлина, таможенная ставка, методы определения таможенных ставок. План у нас сегодня состоит из шести пунктов. Это по стоимости сделки с возимым товаром, по стоимости сделки с идентичным товаром, по стоимости сделки с аналогичным товаром, на основе вычитания стоимостей, на основе сложения стоимостей резервного. В случае, если метод 1 не может быть применен последовательно, применяются методы, указанные в абзацах 3-7 пункта 2-1 настоящей инструкции. При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость не может быть определена путем использования предыдущего. Методы вычитания и сложения стоимостей могут применяться в обратной последовательности. Метод номер один применяется при определении таможенной стоимости товара, ввозимого в соответствии с внешнеторговой сделкой, имеющей стоимостную основу. Методы по стоимости сделки с идентичным и аналогичным товаром, далее методы 2 и 3, основаны на использовании в качестве исходной базы определения таможенной стоимости цены сделки по идентичным или аналогичным товарам, которые ранее были определены по методу номер один. При этом декларантам или таможенным брокерам применяется документально подтвержденная информация о цене уже реально имеющей место внешнеторговых сделок и перемещения товаров через таможенную границу Республики Узбекистан. Методы вычитания и сложения стоимостей, далее методы 4 и 5, предусматривают принципиально иную базу расчета таможенной стоимости. Метод 4 базируется на цене, по которой товары продаются без изменения первоначального состояния, либо в переработанном виде, если может быть определено влияние этой переработки на цену товара. Метод 5 основан на данных о затратах на производство и ввоз товара в стране экспорта. В связи с тем, что применение этих методов связано с определенными трудностями, получение необходимой информации и последовательность их использования может быть определена декларантом или таможенным брокером. Резервный метод, далее метод 6, применяется в тех случаях, когда для определения таможенной стоимости не удается применять ни один из предыдущих методов. Таможенная стоимость по данному методу определяется на основании ценовой информации, имеющейся у таможенных органов. Таможенные органы обеспечивают накопление, обобщение и систематизацию данных, содержащих ДТС, а также взаимный обмен данной информацией. В случае, если таможенный орган самостоятельно определяет таможенную стоимость товара, он использует метод 6, предлагающий значительную гибкость в применении условий методов 1 и 5. Метод 1. Не может быть использован для определения таможенной стоимости, если существует ограничение в отношении прав на пользование или распоряжение покупателям оцениваемого товара, за исключением ограничений, установленных законодательством, либо ограничений географического региона, в котором товар может быть перепродан, или ограничений, существенно не влияющих на цену товара. Б. Товар везен на таможенную территорию по сделке, не имеющей стоимостной основы. В. Продажа или цена сделки зависит от соблюдения условий, влияния которых не может быть учтено. Договор мены, контракции на переработку. Г. Любая часть выручки от последующей перепродажи, пользованной или распоряжения товара прямо или косвенно переходит продавцу, и при этом невозможно осуществить соответствующую корректировку стоимости товара в соответствии со статьей 304 ТК Республики Узбекистан. Г. Данные, использованные декларантом или таможенным брокером, при определении таможенной стоимости товара не подтверждены документально. Г. Стоимость стороны сделки покупателя или продавец является взаимозависимыми лицами, за исключением случаев, когда их взаимозависимость не повлияла на цену сделки, что может быть доказать декларантом или таможенным брокером. Г. Если таможенный орган определит, что взаимозависимость стороны сделок не повлияла на цену сделки, она принимается для определения таможенной стоимости товара. Г. В ином случае, таможенный орган в писемной форме сообщает декларанту или таможенному брокеру о необходимости в срок не более 30 календарных дней представить доказательство, что данная взаимозависимость не повлияла на цену сделки. Г. По заявлению декларанта или таможенного брокера для определения таможенной стоимости товара принимается цена сделки, если он докажет, что она близка к одной из следующих величин, с которой таможенный орган согласится при ввозе товара, осуществленного в течение 30 календарных дней до или после ввоза оцениваемого товара. Г. Цена сделки при продажах невзаимозависимых покупателями в ЦРУ идентичного или аналогичного товара. Г. Таможенные стоимости идентичного или аналогичного товара определены по методу на основе вычитания стоимостей. Г. Таможенные стоимости идентичного или аналогичного товара определены по методу на основе сложения стоимостей. Метод 2 предусматривает, что в качестве основы для определения таможенной стоимости товара, возимого на таможенную территорию, принимается стоимость сделки с идентичным товаром. Под идентичным товаром понимается товар, который объявляется, одинаковым с оцениваемым товаром по физическим характеристикам, качеству и репутации на рынке. Произведен в той же стране, что оцениваем товар и продан для ввоза в Республике Узбекистан. Произведен тем же лицом, что и оцениваем товар. Незначительные различия во внешнем виде не могут служить основанием для отказа в рассмотрении товара как идентичного, если в остальном такой товар соответствует условиям, указанным в пункте 4.1 настоящей инструкции. Например, в одном случае инсектизивный опрыскиватель сада и огорода поставляется в разобранном виде по частям и без жидкости, химиката. Во втором случае поставляются такие же опрыскиватели, наполненные ядохимикатами и уже в собранном варианте. Метод 3 предусматривает, что в качестве основы для определения таможенной стоимости товара, возимого на таможенную территорию принимает стоимость сделки с аналогичным товаром при соблюдении условий, указанных в настоящем разделе. Под аналогичным товаром понимается товар, который не является идентичным во всех отношениях с оценимым товаром, имеет сходные с ними характеристики и состоит из схожих компонентов, что позволяет ему выполнять те же функции, что и оцениваем товар, и быть коммерчески взаимосвязанным, в том числе и по качеству и репутации на рынке, наличию товарного знака. Везен в течение 90 календарных дней до ввоза оцениваемого товара. Произведен в той же стране, что оценен товар и продан для ввоза в Республике Узбекистан. Произведен тем же лицом, что и оцениваем товар. При отсутствии товара, произведенным тем же лицом, что и оцениваем товар, в качестве аналогичного принимается товар, произведенным другим лицом. При использовании метода 3 применяются те же принципы, что и при использовании метода 2. Например, резиновые покрышки с аналогичными пределами разделов импортируются от двух различных производителей, расположенных в одной и той же стране. Несмотря на то, что каждый производитель использует свои торговые марки, резиновые покрышки имеют одинаковые стандарты, качества пользуются одинаковой репутацией и используются в автомобильной промышленности из страны импортера. Метод 4. Предусматривается, что в качестве основы для определения таможенной стоимости оцениванного товара принимает цена единицы оцениваемого идентичного или аналогичного товара, который продается на таможенной территории в неизменном состоянии, в наибольшем совокупном количестве нескопартий в течение 90 календарных дней до ввоза на таможенную территорию оцениваемого товара. Лицу невзаимозависимым с продавцом такого товара. Из цены единицы оцениваемого, идентичного или аналогичного товара вычитаются следующие расходы. Комиссионные вознаграждения выплачены либо согласованы к выплате или на отбавке на прибыль и общие расходы в связи с продажей на таможенной территории ввозимых товаров того же класса и вида. Суммы таможенных и иных платежей, подлежащих уплате в Республике Узбекистан в связи с ввозом или продажей товаров. Расходы, понесенные на таможенную территорию, на транспортировку, страхование погруженной и разгруженной работы. Товар того же класса или вида означает группу товаров, включая которые относятся к продукции, определенной отрасли экономики, идентичные и аналогичные товары. Таможенный орган представляет декларанту или таможенному брокеру, имеющий в его распоряжении ценовую информацию. Таможенный орган в целях правильного применения резервного метода накапливает такую информацию. В качестве основы для определения таможенной стоимости товара по методу 6 не допускается использование продажной цены аналогичного товара, произведенного в Республике Узбекистан. Наиболее высокой стоимости из двух и более альтернативных стоимостей. Цены товара на внутреннем рынке страны экспорта. Издержек производства, которые не используются при применении метода 5 для определения таможенной стоимости. Цены товара, представляемого из страны его экспорта в третий стран. Цены товара, минимальных таможенных стоимостей, произвольно установленной или застоверно неподтвержденной цены товара. На сегодня наша лекция окончена. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.